Контрольный технический осмотр — обязательное условие перед стартом, завершающим сезон навигации яхтсменов в Братска в этом году. Цель традиционной гонки капитанов — пройти так называемую петлю, то есть развернуть судно на 180 градусов, не лечь на бок при встречном ветре и преодолеть финальный буй первым. Усложняя задачу еще одно обязательное условие — управлять судном капитан должен самостоятельно, без помощи экипажа. Испытать свои силы в финальной гонке сезона решил и Иван Алексеев. Опыт управлять яхтой у мужчины 9 лет. Интересно, что он начинал свой путь, он на этом же судне, только юнгой. Надо быть внимательным очень, потому что много участников соревнований. Когда в походы ты ходишь один, никого вокруг нету, а тут начнется сейчас. Всего в регате приняли участие 10 капитанов. Старт гонки был дан строго по расписанию. Отправившись в акваторию Братского взморья, капитаны яхт держали курс на контрольную точку — 101-й бой. Задачу в этот раз осложнял шквалистый ветер. Он поднимал волны, от порывов которых скрипели паруса. Температура воды за бортом также не баловала. Она была не выше плюс 10 градусов. Однако это не испугало капитанов. Это же судьба, то есть, соответственно, все может поменяться в один миг. Во-первых, ветер, волна, еще какие-то факторы. Поэтому все непредсказуемо. Парусный спорт, он такой, он очень непредсказуемый. Непредсказуемость условий заплыва испытал на себе и капитан яхты Меконг. Отстоять лидерство мужчине удалось лишь в последние метры перед финишем. И у победителя регаты есть предположение, почему так случилось. Я только что с отпуска отдохнувший. Мне показалось, это было легко и просто. Раз — и победил. У тех капитанов, которых в этом году победа обошла стороной, возможность испытать удачу еще будет. И не раз. Например, уже следующей весной, когда начнется очередной сезон навигации. Кристина Черкова, Новости по будням.